Здравствуйте! Нашему обществу необходимо подготовить высокообразованных людей, обладающих не только сильными знаниями, но и высокими нравственными качествами. Поэтому сегодня в образовательных учреждениях страны ведутся работы по углубленной интеграции предмета самопознания в учебно-воспитательный процесс. Об актуальных вопросах внедрения духовно-нравственного образования в другие школьные дисциплины говорили на семинаре педагогов, который состоялся в городе Алматы. Для обсуждения важных аспектов преподавания предмета самопознания в среднюю школу номер 117 города Алматы прибыли научные сотрудники Национального центра Бубек, представители городского управления образования, а также педагоги пилотных площадок по интеграции идей самопознания в единое образовательное пространство. Перед началом семинара учащиеся школы порадовали гостей приветственными словами и яркими выступлениями. Предмет самопознания был внедрён на всех уровнях образования в 2010 году и сегодня активно реализуется при поддержке центра Бубек. Данная программа играет важную роль в плане нравственного воспитания молодёжи, поэтому в настоящее время ведутся работы по интеграции самопознания в другие дисциплины. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы обсудить насущные вопросы и оценить, насколько эффективно внедряется духовно-нравственное образование в учебно-воспитательный процесс. С января этого года к модели интеграции программы самопознания в общеобразовательный процесс подключены более 80 школ республики. И, как отмечают сотрудники Национального центра Бубек, в настоящее время очень важно, чтобы учителя научились правильно преподавать интегрированные уроки. Поэтому сегодня в ходе семинара алматинские педагоги с помощью специалистов из Института гармоничного развития человека отрабатывали методики и приёмы правильной интеграции духовно-нравственных знаний в школьные дисциплины. А опытные педагоги по самопознанию поделились с учителями-предметниками своими наработками интегрированных уроков. Что такое интеграция самопознания в образовательный процесс? Это создание единого образовательного процесса, где выявляются общечеловеческие ценности каждого учащегося. В центре Бубек есть отдел мониторинга, где разрабатываются методики, методы, пути именно интеграции в предметы. Семинары у нас постоянно проводятся. Мы сотрудничаем с родителями, сотрудничаем с педагогами, с руководителями организации. Сегодняшний семинар тоже посвящён теме интеграции в образовательный процесс. Здесь мы обмениваемся опытом, также заходим на уроки разного цикла, естественного цикла, гуманитарного цикла и так далее. Что такое самопознание? Что такое интеграция? Это объединение всех разродных частей в единое целое, в живые знания. То есть это, значит, даёт возможность ребятам обретать два крыла. И интеллектуальное крыло, и духовное крыло. То есть знание от сердца. Вот мы сегодня по этому поводу, собственно говоря, на этом семинаре и собрались. Чтобы интегрировать, глубже интегрировать предмет самопознания, конечно, хотелось бы для учителей-предметников, не самопознанцев, почаще проводить курсы или побольше проводить курсов 36-часовых, чтобы они вникали, чтобы они знали более глубоко, более сущностно этот предмет самопознания, чтобы он им стал ближе. Как поставлены уроки самопознания в том или ином образовательном учреждении, успех и качество зависят и от отношения администрации к данному предмету. Одной из успешных пилотных площадок по интеграции идей самопознания в единое образовательное пространство можно назвать Алматинскую школу номер 117, в стенах которой сегодня и проводится семинар. Для слушателей семинара преподаватели школы подготовили несколько открытых уроков. На одном из них была продемонстрирована интеграция предмета самопознания с уроком географии. Итак, сегодня у нас тема урока «Эконом-географическое и политико-географическое положение России». Прежде чем мы начнем конкретно говорить о России, я хочу спросить, а что такое эконом-географическое положение? По географическому положению мы можем определить экономический и развитый статус страны. Всегда ли это правильно? Можем ли мы с вами по географическому положению определить уровень развития страны? Нет. Например, Япония. У нее абсолютно невыгодное эконом-географическое положение, но она очень развитая страна. Очень развитая страна. И наоборот, можете привести пример. Очень хорошее эконом-географическое положение, а страна не развитая? Алжир. Конечно, Алжир. Прекрасное эконом-географическое положение. Тем не менее, страна развивается. Для того, чтобы мы с вами пришли к новой теме, эконом-географическое положение, давайте вспомним эконом-географическое положение Казахстана. У нас выгодно эконом-географическое положение в Казахстане или невыгодно? Эмир, как ты думаешь? Мы находимся между Азией и Европой. Это выгодно? Это выгодно. Хорошо. Я считаю, что наше географическое положение выгодно, потому что мы ограничим с развитыми странами. Развитыми странами. Хорошо. Ищу, Рика? Наше эконом-географическое положение выгодно, так как у нас много полезных ископаемых. То есть у нас все выгодно в эконом-географическом положении, да? Почти. Почти. А у нас нет отрицательно? Пожалуйста, Данил. Это по-моему, что мы не имеем выхода к морю. Мы не имеем выхода к морю. Это adalah положительные экв minions? Это отрицательный компонент. То есть эконом-географическое положение, оно может способствовать развитию, но не является основополагающим. Точно так же, как и человек в детстве. Ему все дано, у него хорошая генетика, у него заботливые родители. Но потом во взрослом состоянии родителям так и приходится кормить этого ребенка до старости. И наоборот, у ребенка, у которого не так хорошо все складывается в детстве, он потом в взрослом состоянии достигает высоких успехов. Почему? Почему Япония, имея плохое географическое положение, высокоразвитый, а Алжир, имея хорошее географическое положение, слаборазвитый, Маша? Я думаю, что они поставили перед собой цель – достичь этого. Конечно, потому что они поставили себе цель и достигают. На интегрированных уроках мне нравится то, что мы узнаем больше, для нас это легче понимается и усваивается намного легче, чем на обычном уроке. На школе проводятся интегрированные уроки по географии, биологии. Действительно стало намного интереснее учиться, мы стали активнее и больше многие участие принимают в уроках. Уроки самопознания для меня – это очень хороший способ показать себя, как бы выразить суть моего познания. Два года назад ввели новые интегрированные уроки. Нам объясняют темы, связанные с жизненным ситуацией, и тогда нам легче воспринимать всю эту информацию. Мы с вами говорили о таком аспекте, как полезные ископаемые. Полезные ископаемые – это один из факторов эконом-географического положения. То есть, я еще раз хочу услышать, так как же Россия, обеспечено полезными ископаемыми? Да. Да, обеспечено. Теперь скажите, пожалуйста, слово «полезные ископаемые». Полезные ископаемые. Почему они полезные? Жангер, как ты думаешь? Я думаю, что человек пользуется ими. Пользуются ими. А есть бесполезные ископаемые? Нету, да? А как это можно сравнить с человеком? Есть у человека полезные качества и бесполезные? Есть? Бесполезные. Мы можем использовать бесполезные качества. Давайте назовем. Какие бесполезные качества у нас с вами есть? Лень. Лень. Бесполезная? Ну, это не бесполезная, это отрицательная. Лень и противоположная категория лени – это что? Трудолюбие. Трудолюбие, да? То есть это же одно свойство, только у этого свойства есть разные аспекты. Это точно так же, как полезные ископаемые. Есть ископаемые, которые человек использует, и это полезное. А есть, которые человек еще не использует не потому, что он не хочет, а потому, что он просто не знает еще, как его использовать. И точно так же у человека есть свойства характера, те, о которых, может быть, он еще и не знает. Но нужно хорошо себя изучать для того, чтобы вот это вытащить из себя и будущее использовать для себя. Посетив сегодняшний семинар, я очень многое подчеркнула. Мне понравились предметы, такие как русский язык и география. На предмете географии мы узнали интеграцию предмета самопознания. Это было очень интересно. Интересные элементы, интересная связь с детьми. И такие семинары нам очень много дают обучающего материала, такую в копилку наших знаний, что помогает нам в дальнейшем привести это в своих предметах, в своей практике. Сегодня в школе номер 117 мы увидели урок математики в начальной школе. Урок прошел на одном дыхании, но урок географии – это был просто урок супер. Учитель – мастер своего дела, огромный жизненный опыт, исключительный контакт с детьми и чувствуется в духовно-нравственном жизненном опыте. Итак, данный семинар показал, что успешная интеграция нравственно-духовного образования в школьные дисциплины прежде всего зависит от мировоззрения учителя. Только педагог, способный мыслить сердцем, сумеет оживить уроки и раскрыть внутренний свет души ребенка. Думаем, что на данном семинаре учителя-предметники получили не только практический опыт, но и вдохновились идеями своих коллег по интеграции предмета с самопознанием. Всего вам доброго, до новых встреч!